всем привет друзья я сегодня в этом видео вот с таким вот инструментом опять же от этого производителя не сочтите за рекламу это абсолютно не реклама я на своем канале стараюсь передавать какие-то полезности для всех какие-то полезности которые присутствуют в нашей жизни в нашей работе в нашем быту рассказываю про инструменты про строительство про самоделки и вот в этом видео речь пойдет сегодня о таком чудесном инструменте это как вы видите мультитул он же осциллятор или осцилляционный режущий инструмент как его официально называют да вот все удивятся что опять этот производитель но так исторически сложилось что у меня накапливается именно этот бренд я абсолютно не фанат этого бренда но инструменты у них зачетные есть этот инструмент произведен в малайзии но это не важно эти инструменты могут в любой стране производится общий контроль качества от этой корпорации во всех странах одинаковы так что вот этот миф про китай там не китай это все ерундистика главное что вот официальный инструмент эти инструменты могут собираться везде так же как и автомобили сейчас собираются из разных комплектующих из разных стран аккумулируется все на одном заводе и там сборка происходит где-то полный цикл где-то не полный цикл ну так вот давайте рассмотрим вот этот инструмент первую очередь хочу еще знаете что дополнить хочу дополнить вот такой момент мне тут некоторые комментаторы написали в предыдущих видео о том что этот инструмент абсолютно бестолковый никому не нужный раз там в 10 лет если и нужен то применяют а так абсолютно негодный я хочу опровергнуть вот эту вот все ерундистику так скажем это пишут какие-то люди далекие вообще по ходу делала инструмента от тем более от такого инструмента реноватор мультитул достаточно универсальная такая вещь полезная у него есть как достоинства так и мелкие недостатки на абсолютно ни на что не влияющие значит смотрите в этого инструмента вот такие вот насадки не возвратно поступательным движением работают я сейчас покажу но предупреждаю что на малых оборотах вот этот он тихо работает инструмент а на больших оборотах вот здесь колесик есть регулируются обороты на больших оборотах он очень шумный вот это один из его недостатков может быть но в то же время очень эффективно можно выполнять какие-либо работы как деликатного характера как мелкого характера так и достаточно существенные пропилы можно делать в различных поверхностях в различных материалах дальше я вам продемонстрирую как работает вот этот инструмент в частности с этой насадкой но прежде хочу вам рассказать как она крепится вот она в моем случае крепится в моей в моей модели сейчас уже пошли новые модели с быстросъемным механизмом вот этих вот замен вот этого полотна меняющих по старинке у меня вот смотрите на площадку кладется вот такой вот вот такие пильные полотна они бывают разные абсолютно разные я сейчас покажу они бывают вот такие кругленькие они бывают вот такие полукругленькие что кстати очень удобно заходить в какую-нибудь поверхность когда пилите они бывают тоненькие вот такие вот они бывают универсальные разные вот такие шпатульки есть которыми удобно счищать либо там ну какие-то крашеные поверхности лак там очень удобно вот такие вот причем от разных производителей подходят вот насадки но вот этот инструмент у них универсальная вот тут предусмотрено такое крепление и вот такие вот и утюжки еще предусмотрены вот сюда также крепится вот так вот с наклеиванием через липучку вот таких вот шкурок наждачных то есть можно шлифовать очень тоже эффективно также есть насадки разного характера по камню еще по каким-то материалам их бесчетное количество конечно же и вот в этом видео я хочу вот вам продемонстрировать как работает как он пропиливает и хочу вот опять же повернусь к тому комментатору который говорит не нужно да там он где-то и стамеской под пробьет что-то пропилит мучайся на здоровье прогрессивное человечество пользуется вот такими вот инструментами причем вот эти инструменты они разных есть производителей смотрите когда одеваете нужно затянуть а еще забыл рассказать смотрите вот это вот пильное полотно его можно вот так вот и в бок устанавливать и прямым образом то есть вот так вот буквой г и наискосок вот можно сейчас я покажу что достаточно удобно где-то подлезть вот так вот так вот можно ну под любым углом в моем примере я покажу вот так вот таким образом ну и остановлюсь может быть поставлю по-другому только предупреждаю на больших оборотах он очень шумно работает я начну с малых оборотов перейду на средние а потом на большие обороты и вы увидите как он пропиливает аккуратно вот здесь вот я вырежу квадратик в этой фанерке опять же это как пример там выпиливание в задней стенке где-то в мебели что-либо либо какие-то уже установленные панели там да надо где-то что-то подпилить очень удобно выручает в моем случае у меня аккумуляторный они бывают опять же я скажу от разных производителей разной мощности 2 сетевые бывают аккумуляторные наподобие вот этого у меня средней мощности я бы не сказал что это там дурмашина ну нормально работает и так давайте сейчас посмотрим и заодно потом все придем к выводу что это достаточно нужный инструмент все включаю на шум не обращайте внимание случая постараюсь в видео сделать потише звук и ускорить его чтобы вам не нужно было смотреть он быстро пилит но ускорю я ценю ваше время я буду чередовать кадры да то есть где он в реальном времени работает где ускорим ну давайте посмотрим вот здесь я не расчертил ничего я буду чисто на глаз сейчас пилить начну с малых оборотов как и говорил смотрите он работает на малых оборотах достаточно тихо слышите до начинать надо с малых оборотов прицеливая чтобы начертить просто линии плюс я забыл сказать можно полотно брать в руки смотрите она абсолютно не повреждает мягко он пилит только в твердое протягивает надо достаточно ну плотненько чтобы она мне расшаталась ну на всякий случай конечно все я вот начинаю пилить вот смотрите причем прицелиться можно абсолютно спокойненько эти на маленьких оборотах вот я такое расчерчиваю как бы самой пилкой и достаточно хочу быстро вам все показать может показаться неаккуратно но это для видео нормально будет многие считают что видео легко снимать я бы так не сказал видео это целый труд в общем-то по пути скажу вам вот это видео я наверное уже с десятого раза сейчас снимаю чтобы вам показать ну по крайней мере это у меня то вот смотрите я расчертил да без всякой разметки сейчас я вот увеличу обороты на среднем ну и зайду полотном сюда в этот квадрат вот я как бы направляющие такие нарисовал пропилил ставлю большие обороты сейчас хочу показать вот как в боковом виде да вот он работает я вам говорил я разверну все покажу чтобы было наглядно сразу видно без всяких там каких-то этих домыслов вот смотрите в бок поставил угловым образом работать вот смотрите это я ты передержал поджигает чуть-чуть вот я делал другие дубли да я вот без всяких поджиганий сейчас покажу вот смотрите вот с этой насадочкой на тоже замечательная насадка шумит он конечно вы заметили очень существенно так в наушниках лучше или в берушах работать так надо вот смотрите опять же устанавливается он в разных положениях как вот таким образом так и вот таким видите утюжком вперед ну вот этой вот острой частью так что ребят это вот достаточно универсальный инструмент у меня не самый мощный опять же повторюсь но эффективный меня он выручает во многих работах во многих видах особенно если мелкие какие-то делать работы где нельзя долбить стамеской где надо аккуратненько выпилить но это я сейчас на скорую руку выпилил под видео да тут я зашел за края там поджог но суть не в этом суть в том что это очень даже интересный инструмент который выручает вас во многих вещах смотрите шершавая доска отдел вот эту вот насадку вот так вот ее просто прижмите проклейте очень удобно бывают насадки и по камню тоже всякие шлифующие да там затирка там всякое все такое ну тут по дереву вот такое вот шлифовый петель битвий а вот такой вот шлифовый петель битвой это как орбиталка типа того или вот как электроутюжки очень эффективно кстати работает я работал сетевым вот таким утюжком однажды да и орбиталкой зашлифовывал кое-какие поверхности этот ничем не уступает единственное высадится аккумулятор если им долго работать он конечно расход аккумулятора повышенный вот такой вот инструмент друзья имейте ввиду это очень удобно очень эффективно очень универсально так что знайте еще раз как бы вот так кому понравилось видео ставьте лайк подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик делитесь этим видео показывайте друг другу какие бывают примеры всегда всем заимка пока пока